Во всех поселениях нашего района, даже самых отдаленных, работают клубы и дома культуры, которые становятся центром притяжения для людей самых разных профессий и возрастов. Здесь жители могут прикоснуться к прекрасному миру искусства, попробовать себя в творчестве, раскрыть таланты. Сегодня мы хотим рассказать о работе Анастасиевского дома культуры. В Анастасиевском доме культуры работает более 50 кружков, объединений, студий, детских досуговых площадок. Танцы, пение, декоративно-прикладное творчество, православные и патриотические клубы, встречи многодетных и молодых семей. Здесь каждый человек абсолютно любого возраста сможет найти себе занятие по душе. Славятся Анастасиевцы и своими профессиональными коллективами. Чего только стоит народный фольклорно-этнографический ансамбль «Казачьи напевы», которому в этом году исполнилось уже 40 лет. Коллектив собирает и сохраняет старинные кубанские обряды, а также поет только народные песни. И обязательно в первоначальном виде, не внося каких-либо изменений. Народная песня не терпит вмешательства и обработки, считает бессменный руководитель ансамбля Антонина Демчук. Основная задача изначально была, чтобы взять песню из народа. Вот как народ ее поет, не обрабатывать, не переделывать по-своему. А вот как люди ее поют, как вот за столом собираются поют, допустим, едут с работы, вот они поют эту песню. Вот в таком виде ее сохранить, сохранить песню именно из народа. Недаром есть такое выражение – песня «Душа народа». Ансамблю «Казачьи напевы» удалось записать и сохранить около 200 старинных песен и обрядов. И если бы не энтузиазм участников коллектива, их преданность народной песне, большой пласт казачьей культуры был бы безвозвратно потерян. За годы работы в ансамбле сменилось уже три поколения. Но неизменным здесь всегда остается трепетное отношение к национальной культуре, а еще безграничная любовь к песне, без которой они уже просто не могут жить. Песня – это для нас все. Наша уже жизнь, потому что мы в возрасте, мы только этим и живем тут. Вот так наша песня. Песня стала судьбой для многих анастасиевцев. Те, кто не могут ни дня без нее прожить, приходят в Анастасиевский дом культуры, где создан и успешно выступает на протяжении многих лет хор казачьей песни. Он объединяет людей самых разных возрастов и профессий. Хор стал для них вторым домом. Мы любим песню. Каждая песня – это история нашей станицы, это история какой-то любви, это история какой-то жизни семейной. В каждой песне заключается такая душа, и мы, когда поем, мы ее чувствуем. И мы спешим на репетицию, просто бросаем все свои дела, и хочется попеть, хочется полюбоваться этой песнью. И вот все наши люди, все наши, кто ходит на хор, все мы такие. Душа народа живет не только в песне, но и в танцах. 20 лет назад в Анастасиевском доме культуры был создан детский образцовый хореографический ансамбль «Узорица», благодаря которому шаг в мир искусства сделали около сотни юных анастасиевцев. Сейчас в коллективе в двух возрастных группах занимается 40 девчонок. Репертуар разнообразный, но упор делается на изучение именно народных танцев. Передать, стараясь всем, любовь к танцу, особенно к народному танцу, потому что народный танец сейчас в наше время начинает потихонечку затухать. И поэтому как-то стараемся больше дать им направление. Не только русские, но и украинские мы танцевали, и ирландские танцуем, и танцуем кавказские. То есть у нас разнообразие народных танцев разных национальностей. Кроме песен и танцев развивается и поддерживается в Анастасиевском доме культуры и декоративно-прикладное творчество. Студия Анастасия объединила под своим крылом настоящих рукодельниц. Вязание, вышивка, бисероплетение – чего только не умеют анастасиевские мастерицы. Даже ткать на станке берда. Это вот настоящее деревянное бердо, которое делали наши предки. Это вот к поясу привязывалось, это челнок. Но я все это упростила, как сейчас это очень модно. Из вентиляционной решетки сделала вот такое бердо себе, потому что тут больше вот этих полосочек, естественно, шире и интереснее получается рисунок. И вместо челнока я клубочка, мне так удобнее. Эту технику ткачества использовали в основном кочевые народы. Инструмент небольшой и его легко перевозить. Ткали половики и детали одежды, пояса. Раньше пояс был особым атрибутом одежды. В него вкладывался определенный смысл. Ходить без пояса было просто неприлично. Новорожденных детей сразу подпоясывали. Считалось, что это вот в кольцо безопасности его заматывают, скажем так. Молодоженок тоже большим поясом обоих перевязывали, значит, скрепляли их союз. Появиться в обществе без пояса считалось очень плохим тоном. Ну, как сейчас вот в офис там, в кроссовках, да, нельзя прийти. И от этого произошло выражение «распоясался». Выражение «совсем распоясался» не единственное, что появилось благодаря ткачеству наберда. Дело в том, что ткачиха, чтобы было удобнее, обматывала себя поясом, который ткала. Отложить инструмент, встать и уйти, она так сразу не могла. Отсюда возникло еще одно крылатое выражение «сидит, как привязанная». Анастасиевцы бережно хранят народные песни, танцы, обряды и ремесла. Умеют они хранить и историю своей малой родины. Еще в далекие 50-е годы прошлого столетия фронтовиком, учителем истории Иваном Павловичем Заградским при местной школе была создана музейная комната. С годами число экспонатов, которые собирали сами жители, росло. И комната при школе превратилась в настоящий музей, под который было выделено отдельное помещение. Сегодня в музее хранится более 2,5 тысяч экспонатов, рассказывающим школьникам во время экскурсии об истории их малой родины, об их героических и выдающихся земляках. У нас висит на Доме культуры большой лозунг «Сохраняя прошлое, созидаем будущее». И это не просто слова, это действительно то, чем пропитаны наши люди. Да, ну вот в этом и смысл, чтобы передать будущим подрастающим поколениям историю нашей станицы, нашей малой родины, чтобы они знали, что такое малая родина и чем жили их родители, бабушки и ранее предыдущие. И кем была добыта победа, как она была добыта победа, наши дети знают основные даты. В нашем репортаже мы рассказали лишь малую часть из многогранной и яркой культурной жизни станицы Анастасиевской. В период пандемии она немного затихла. Концерты проводятся только в онлайн-формате, репетиции в усеченном составе. Но тем, кто всей душой любит творчество, а именно такими являются анастасиевцы, любые трудности по плечу. И пусть коронавирус учит нас держаться на расстоянии, культура делает нас ближе к друг другу. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».